В Нью-Йорке 5.36 вечера, время пошуршать старыми газетами в поисках памятных событий американской истории, которые выпали на завтрашнюю дату в календаре. Начнем с закона, который был принят 28 сентября 1999 года. Этим законом Верховный суд США закрепил за находящимися в разводе бабушками и дедушками право видеться со своими внуками, даже в том случае, если родители детей этого не хотят. Ну, весьма гуманный закон, не правда ли? Однако, недолго музыка играла, как говорится. Через год закон был пересмотрен с полностью противоположным результатом. Теперь из 20 века перенесемся в 16, 28 сентября 1542 года. В этот день нога первого в истории европейца ступила на землю Калифорнии. А принадлежала эта нога португальскому исследователю Хуану Родригесу Кабрио, который высадился в этот день на берегу залива, который позднее назвали Сан-Диего. Всех, кто слушает наши танцы в Сан-Диего, поздравляем с праздничком и мысленно отправляемся в 18 век. 28 сентября 1781 года началась одна из главных военных операций войны за независимость Соединенных Штатов – битва за город Йорктаун в штате Вирджиния. Через три недели осады войска франко-американской коалиции под командованием будущего первого президента США Джорджа Вашингтона, значительно превосходя, надо сказать англичан численностью, взяли Йорктаун и пленили 7 тысяч солдат противника. Англия тогда была вынуждена начать мирные переговоры. Ну а в 19 веке завтрашняя дата прописалась как день реабилитации помидоров. 28 сентября 1820 года на ступеньках здания суда в городе Салем, штат Нью-Джерси, полковник Роберт Гиббон Джонсон устроил представление похлеще шоу «Фактор страха». На глазах у застывшей от ужаса огромной толпы трудящихся этот человек съел огромное количество помидоров. Сделал он это для того, чтобы доказать американцам, что томаты вовсе не ядовитый плод, как считали до этого колонисты. И толпа была шокирована тем, что Джонсон не умер на их глазах в страшных мучениях. Но как долго потом полковник заседал, извините, в туалете, история умалчивает. Это была рубрика «Дайджест», где мы вспомнили наиболее интересные и забавные события американской истории, которые пришлись на 28 сентября. Вы слушаете и смотрите шоу «Почти дома». Это вечерняя программа «Радио Роисей». Мы с вами до восьми вечера. Не переключайтесь.